Президент России Владимир Путин 21 мая в Сочи проведет встречу с премьер-министром Индии Нарендро Эмоди, который будет находиться в России с рабочим визитом. Главы государств планируют обсудить ключевые вопросы развития российско-индийского стратегического партнерства, а также обменяться мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня. Это будет первая в текущем году встреча Путина и Эмоди. По данным Федеральной Таможенной службы России в 2017 году российско-индийский товарооборот составил 9,4 миллиарда долларов. Индия заняла 17 место среди торговых партнеров России. 70-летний китайский альпинист Сяба Юй, лишенный обеих ног, стал первым человеком в мире, который добрался до вершины Эвереста с южной стороны, сообщает агентство Синьхуа. Пенсионер получил разрешение на экспедицию от непальских властей после того, как Верховный суд страны разрешил людям с обеими ампутированными конечностями, а также лишенным зрения подниматься на любые горы выше 6,5 тысяч метров. Перед своим восхождением Сяба Юй рассказал журналистам, что это его пятая попытка покорить вершину мира. Конечность он потерял из-за обморожения в 1975 году после своей первой неудачной экспедиции на Эверест. Правоохранительные органы Бразилии обнаружили предприятие, которое занималось производством поддельной продукции с символикой национальной сборной по футболу. Подпольная фабрика располагалась в окрестностях Рио-де-Жанейро. Власти изъяли около пяти тонн материалов и станки, предназначенные для пошива футболок бразильской команды. Каждое из таких изделий перекупщики получали по цене в 50 реалов. По данным следствия, ежедневно предприятие производило до тысячи единиц контрафактной продукции. Напомню, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Бразилии на групповой стадии турнира сыграет против команд Сербии, Швейцарии и Коста-Рики. Фермеры в индийском штате Керала отказываются от выращивания риса и бананов в пользу шпината. Эта зелень требует намного меньше времени на созревание, а спрос на нее продолжает расти. При этом урожай шпината можно собирать ежемесячно, а вот бананы только раз в год. Раньше в этом регионе было много озер, фермеры использовали воду, чтобы орошать рисовые поля, однако в последнее время водоемы истощились. Пришлось искать альтернативу, у которой и стал шпинат. Крестьяне говорят, даже если из-за засухи в один месяц урожай собрать не получится, то все можно наладить уже в следующем. В Индии проживает миллиард 300 миллионов человек и 60% из них по-прежнему зарабатывают на том, что выращивают на своих участках. Загадочные хомано-леди, предположительные прямые предки человека из ЮАР, обладали относительно небольшим, но при этом очень человеческим мозгом с большим числом складок и извилин. К такому выводу пришли антропологи из университета Витва Терсранда. В 2013 ученые обнаружили множество останков древних людей, которые в сентябре 2015 года были представлены публике как хомано-леди, один из самых первых представителей нашего вида. Позже артефакты подробно проанализировали. Оказалось, что новый вид гоминид из ЮАР обладал человеческой походкой и в целом больше похож на людей, чем на древних приматов. Проанализировав структуру черепа, ученые выяснили, что мозг хомано-леди имел типично человеческое устройство, но был в несколько раз меньше.